Привет всем! Мы находимся с вами на нашем хуторе, в нашем доме. И сегодня я хотела бы вам рассказать о нашей кухонной мебели. Эту кухню мы покупали в прошлом году, в марте. Фасады Ринхульд. Верхний фасад я уже, к сожалению, не нашла на нашем сайте. Название уже и не помню. Муж собрал эту кухню за несколько дней. Как многие уже знают, в Икее последние несколько лет продажи есть шкафчики, которые поднимаются дверькой вверх. На мой взгляд, это очень удобно. А так как в нашей семье в основном готовлю я, если у меня выходной, то это завтрак, обед, ужин, то мне хотелось бы, чтобы моя кухня была удобной и практичной. Если посмотреть на верхний ряд шкафов, то это и есть шкафы с механизмом Икея, этот механизм называется утруста. И название у нее такое – петля с нажимным механизмом. Этот механизм утруста как раз рассчитан на двери размером 40 на 60 или максимум 40 на 80. Как раз у нас здесь получается три двери 60 на 40 и одна дверь 40 на 80. Как вы видите, эти механизмы отлично держат дверь, можно достать и потом нажать, и дверь закроется. Петли отлично выдерживают эти двери. Если посмотреть на нижний ряд шкафов, то здесь у нас двери 60 на 60, 60 на 60 и одна дверь 60 на 80. Так как нам надо, чтобы дверь не просто поднималась наверх, но еще она была зафиксирована вверху, то нам нужна была уже другая утруста. Утруста с механизмом стопора. Этот механизм утруста, он рассчитан тоже на 40 на 60 сантиметров или 40 на 80. Мы попробовали установить точно так же по одному комплекту механизмов утруста. Но получилось так, что дверь, когда мы ее поднимали, она опускалась. То есть механизмы не могли держать тяжелую дверь. Дверь просто оказалась тяжелой для такого механизма. Что муж придумал? Муж придумал. Он соединил два механизма с одной стороны и с другой стороны. Понимая, что два механизма не могут выдержать тяжелую дверь, он соединил эти два механизма вместе вот такими шурупами. Вот видно, что они здесь соединены. И получилось, что в шкафу размером 60 на 80 четыре механизма. Два с правой стороны и два с левой стороны. На дверь меньшего размера 60 на 60 муж тоже установил четыре механизма. Два с правой и два слева. Но тут возникла другая проблема. Когда мы открывали дверь, она очень хорошо фиксировалась на нужной высоте, как нам нужно было. Но опустить ее было уже очень тяжело. И если сравнить дверь 60 на 80, либо 60 на 60, мне, например, легче было опустить дверь 60 на 80, чем 60 на 60. Механизмы очень крепко держали эту дверь в верхнем положении. Поэтому муж один механизм убрал. Теперь у нас два механизма с одной стороны. Они вместе скреплены. И один механизм с другой стороны. Так у нас сделаны все три двери. Здесь тоже три механизма. И вот здесь тоже три механизма. А здесь шкафчик просто открывается, как обычный шкаф. Я очень благодарна мужу за то, что он не бросил эту затею, за то, что он все-таки согласился довести эксперимент до конца. Хотя, конечно, мы уже были готовы к тому, что если не получится, просто поставим обычные двери, которые распашные такие. Но видите, как у нас все это получилось. Друзья, я хотела с вами просто поделиться нашим опытом. Нам нравится это решение. Для меня это очень-очень удобно. Потому что когда я готовлю, я просто приподнимаю нужные мне шкафчики. И мне не надо несколько раз открывать, закрывать. Я беру то, что мне надо. Вот так я готовлю. Мне так удобно. Если вам понравилось наше решение, напишите. Также напишите, если вам не понравилось. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. За то, что вы интересуетесь нашей жизнью. И беспокоитесь о нас. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Берегите себя. И до новых встреч. Пока-пока.